Мы стоим в начале нашего пути. Встречает нас информационный стенд наш, где отражена вся суть нашего проекта. «Зеленый путь» берет свое начало у этнографического музея. Ссылка на стенде приводят на страницу проекта, где можно просмотреть всю информацию сообщества и инструкцию для прохождения экологического тура самостоятельно. А с сентября запланированы прогулки по маршруту с экскурсоводом. Здесь обозначены локации, где можно покормить птиц. Мы играем в птичек и изучаем местную ботанику и ищем определенные растения. Во время прогулки можно узнать больше о лесе как целостной экосистеме. Примечательно, что по пути эко-маршрута растет дерево с генетической мутацией – ведьмина метелка. Есть поверие, что загадав желание под ним, оно обязательно сбудется. Мы подошли к месту, где мы, собственно, создаем наш лес на месте сгоревшего. Именно восстановление 15 гектар сгоревшего леса – главная цель проекта. По словам Валентины Юрченко, природа сама уже не может его восстановить. Подлесок за 7 лет так и не вырос. Поэтому она решила помочь. Здесь высаживают семена ясеня, дуба монгольского, ореха маньчжурского. Осенью добавят деревья, выращенные в питомнике Валентины. Что такое эко-бомбочка? Это глиняный шарик с семенами. Задача такая – найти голый кусочек земли и раскидать эти бомбочки. Просто раскидыванием семян мы можем помочь почве сохраниться и даже восстановиться. Взрослые дети, гуляя по зеленому пути, восстанавливают целый лес, просто раскидывая эко-бомбы с семенами трав и деревьев и узнавая больше об экологии края. Если ребенок с родителем пришел, посадил дерево, рубить у него уже рука не поднимется. Наталья Нуная, Булат Зандаков. Программа «Вместе» телеканал «Мир Байкал».